Всем привет! Продолжаем прохождение Фростпанк первая часть на максимальной сложности. Первая серия была непростая. Мне интересно, я надеюсь вам интересно узнать, что ждет наше поселение в будущем. И вот мы в главном меню Фростпанка. У нас идет 18 день, режим выживания, сценарий новый дом. Продолжаем историю. 18 день это еще не половина пути, но уже скорее всего почти половина. Поэтому надо будет обязательно постараться как-то накапливать ресурсы. Но есть проблема. Проблема в том, что ресурсы вообще не копятся. У меня прям дефицит постоянный ресурсов. Так, что у меня тут по людям? Два инженера свободных. Это у меня строится, надеюсь. Да, строится. Хорошо. Разведчики в пути. Здесь немного стали, здесь немного еды и древесины. Вот еды бы мне побольше, да, было бы неплохо. Чертежные приборы я изучаю. И после этого я вроде как планировал изучить охотников. Тактика охоты, чтобы освободить немного людей. Может быть, мне бы теплицу еще сделать. Чтобы детвору туда в теплицу посадить и они бы работали. У меня детвора, 16 человек, не работают. Такс. Больные копятся. К сожалению. Пищевые пайки больше не могу. Сюда тратить. На больных. Слишком уж у меня явный дефицит. Угля осталось на 10 часов. Что у нас по углю? Да, уголь в огромном дефиците. По идее в небольшом плюсике. Что мне делать с углем? Здесь у меня инженеры работают. А, вон, достроилась у меня шахта. Надпись на стене. Пусть тражник сотрет ее. Такс. Вот она, угольная шахта. Сюда ставлю. Пускай работают два инженера хотя бы. Мне бы еще один автоматон пригодился. У меня очень много больных. Очень много больных. Надо будет использовать обогреватели. Обязательно. Так. Стоп. Это у меня здесь автоматон работает. Здесь не нужен обогреватель. А вот здесь нужен обогреватель. Закон. Что можно сделать? Бригадир. Можно бригадира. Можно тюрьма. Вот я, наверное, построю, скорее всего, тюрьму. Хотя, с другой стороны, сажать людей, блин. А кто работать-то будет? Центр пропаганды. Повышает надежду. Показывает подробные сведения об источниках недовольства. Позволит выпускать листовки, повышающие надежду. Давайте, наверное, Центр пропаганды возьму. Хотя, с другой стороны, мне бы сейчас ресурсы. Снижать недовольство, немного повышать надежду. Патрули будут. Вот бригадиры, блин. Мне нужны ресурсы. Ладно, возьму бригадира. Мне очень нужны ресурсы. 10 пищевых пайков. Потрачу. Так уж и быть. Ряды лондонцев продолжают пополняться. У меня недостаток угля. Это прям критично очень. Здесь тоже бригадира в рублю. Отопление идет? Идет. Хорошо. Окей. Так, скоро уже разведчики доберутся до своих точек назначения. Уголь потихоньку все равно заканчивается, да? Но уже не так быстро. Разведчик. Выжившие. Вот, мне выжившие бы пригодились хорошо. Когда он придет через 20 часов. Угу. У меня угля осталось только на 8. А, так, стоп. Еще и похолодание будет. Обалдеть. У меня еще и похолодание будет. Угу. Так. Кто у меня где работает? У меня 10 инженеров работают. Разведчики достигли точки. Забрать ресурсы. Паровые ядра и древесина. Памятник несправедливости. Колония за стеной. 16 часов до прибытия. Давайте пройдемся туда. Елки-палки. Много больных. Ситуация, конечно, критичная. Еще и на 2 уровня уменьшится температура. Это вообще... Это просто что-то ужасное. Так, сюда тогда поставлю. Мне нужно больше угля. Больше угля. Сюда поставлю охотников. Хотя бы какую-то часть. Главное вот уголь сейчас. Уголь и еда. Еда на втором месте. Еды вроде более-менее пока еще хватает как-то. Но вот с углем прям большие проблемы. Это я еще форсаж не врубил. Обогреватели не врубил. И еще холод не наступил. Большая проблема с углем сейчас. Так. Тактика охоты я хотел выучить, чтобы освободить побольше людей. Но у меня еще есть тут с отоплением проблемы. Повышение эффективности генератора. Аванпост. Легкие сани разведчиков. Фабрика. Так. Аванпост. Можно, конечно, попробовать. Но у меня огромный дефицит ресурсов вообще. Оптимизация добычи. Было бы тоже неплохо изучить. Угледобычек. Быстрый сбор я не изучил даже. Так. Ладно. Тогда... У меня два паровых ядра. Построить ли теплицу хотя бы одну? 24 единицы сырой еды в день. Можно... Давайте тактику охоты все-таки изучу. Попробую. Так. Ну, уголя прям в притирочку. Это еще с учетом того, что... Бригадиры работают. Обалдеть. Мне нужны новые люди. Обязательно. Жду беженцев. Так. И куда я их пошлю работать? У меня придет, получается, сколько? 27 человек работников. Рабочих. Так. Мне нужно, значит, все-таки угледобытчик ставить. Да, я еще не ставил угледобытчик. Нужно будет ставить. И получается с угледобытчика... Так. Вот здесь, наверное, поставлю. Или вот тут посерединке поставлю. А здесь еще... А здесь еще... Так. А, или вот здесь уже у меня будет... Центр добычи угля. Наверное, да. Вот здесь я сделаю. Тут обогреватель поставлю. Нужен будет мне обогреватель. Так. Пост добычи. Раз. Угледобытчик. Раз. И еще один пост добычи. Вот так. И здесь я поставлю обогреватель. Вдобавок еще. Так. У меня строителей нету. Надо бы строителей. Ладно. Вот так пока сделаю. Так. Ну, мне нужно будет еще, скорее всего, хижину охотника строить. Но, блин. У меня детвора, значит, будет вот здесь работать. В постах. Добычи. И я бы еще, наверное, в теплицу бы поместил. Детишек. Ну, ладно. Видно будет. Сейчас надо построить вот этот момент. Угледобытчик. И вот этот район, чтобы у меня добывал уголь. Как можно больше. Уголь немного копится сейчас, в данный момент. Но это пока что. Это пока я еще обогреватель не построил. Ну, вот паровый центр, я имею ввиду. Опа. А вот этот вот отменяю. Пост добычи, потому что обогреватель не цепляется. Вот так тогда строю. Новый закон. Так. Центр пропаганды. Патруль. Сторожевой пост. Снижать недовольство. Немного повышать надежду. Недовольство вырастет. Нужно будет построить центр. Так. Сколько он стоит? 40 древесины, 40 стали. Очень дорогая постройка. Агитатор там еще будет. Для отловерности там. Не знаю, патруль. А, тоже пищевые пайки, да? Блин. Давайте в центр пропаганды пойдем потихоньку. Центр пропаганды. Надо его построить в отапливаемом районе. Обязательно. Вот здесь вот начну строительство потихоньку. Так, сюда я детвору помещу. Сразу вот так вот. Разведчики достигли. Тут тоже выжившие. Умирающие изгнанники. Сопроводить изгнанников до города, да. Сопровождаем. Отлично. 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 Мне нужно больше людей. Больше людей. Срочно. Так. Уголь теперь уже все в минусе, да? Ну, пока в небольшом профиците у меня добыча. Но это временно. С едой будут проблемы. Я убрал одного охотника и начинаются проблемы. Такс. Давайте охрана улиц. Надежда немного вырастет, пускай. Совсем чуть-чуть выросла надежда. Такс. Сюда. Четверых поставим. Сюда поставим. Пятерых хотя бы. Пусть стражник сотрет ее. Надежда падает. Ох, как падает надежда. Жесть какая-то. Пускай детвора будет занято потихоньку. Работает. Есть прибыли ресурсы, прибыли новые люди. Очень жду изучения вот этой технологии. А, у меня этих домов нет, получается. Это проблема. Раз. Два. Три. Три домика могу построить здесь. Только три домика могу построить. Ополченцы избиты. Пусть стражники охраняют город. Да, пусть стражники охраняют город. У меня надежда вообще на минималках. Надежда растет. О, все. Немножко выросла надежда. Порядок превыше всего. Да. Пусть предатели дрожат от страха. Этот знак будет напоминанием для всех, что наш город город порядка. Да, хорошо. Так оно и есть. Куда послать разведчика? Ну, наверное, в левую часть сюда. Пускай идет. Тот будет уже в правую часть. Идти исследовать. Здесь мы улочку сделаем. Так. Тут максимум людей. Врубим бригадира. И получается, у меня сейчас такая ситуация, что мне нужен еще один обогреватель. Чтобы расширить строительство жилого сектора. Это, конечно, ударит по расходу. По накоплению угля ударит. Я не так смогу хорошо накапливать уголь. Так. Здесь, ну, где-то вот тут, наверное, построю. Или вот тут вот дорогу, если сделать. Минус 8 древесины. Да, у меня древесины, конечно, не так много, как хотелось бы. Паровый центр. Вот тут где-то надо его ставить, наверное. Тут точка будет. А, не могу. Ладно, построю где-нибудь тогда. Вот тут построю. Пускай. Проблемы с жильем сейчас. Есть строители? Строители есть. И довольно-таки много строителей. Так, кучки появляются? Нет, пока не появились кучки. 25 угля в час. Должно вырабатываться. Да, уголь у меня заканчивается. Угля осталось на 6 часов, буквально. Обалдеть. Это и это еще... Уголь у меня закончится перед холодами. Вот в чем нюанс. Так. Угледобытчик. Еще один, наверное, построю. Ну, огромные у меня... Проблемы. С добычей угля. Вот появляется маленькая кучка первая. Детвора пошла работать. Раз, два, три. Раз, два, три. Ведем строительство. Блин, еще и палатки у меня. Бараков нету. Одни палатки. Бригадиры пока не готовы. Здесь что у нас? Надежда возрастет. Давайте, пускай надежда возрастет немножко. Очень жду следующий закон. Мне нужно будет продержаться. Так, бараки. Ну, бараки... Я... Смысл изучать. Я их не смогу просто-напросто строить. По отоплению. А, мне нужно по ресурсам оптимизация. Для этого нужно дерево. А дерево у меня вообще-то не добывается. Ёлки-палки. Дерево не добывается. Тогда сюда я поставлю автоматона. Пускай он тут на окраине добывает. Так. Что изучать? Вот вопрос. Мне нужно накопить дерево, древесину. Поэтому ничего я сейчас изучать не смогу. Такой у меня застой получается. В изучении. Пока кину сюда людей. Может, что-нибудь добудут немножко хотя бы. Стали. Уголь. Так. Строительство началось. Второго угледобытчика. Кучка появилась первая. Детвора работают. Это хорошо. Сейчас автоматон. Надеюсь. О, тут 240 дерево придет. Правда, через 16 часов. Ёлки-палки. Вот этот холод, который сейчас начнется, он скорее всего... Мне кажется, он меня уничтожит. Такое ощущение складывается, что этот холод меня просто вынесет из этой игры. Так, бригадира врубаем. Так, что у нас здесь? Примерное поведение. Так, держать. Хорошо. Так. Нужны еще палатки. А, нет, тут древесины. Такие палатки. Пока выключу. Нет смысла. Что по углю? Ну, без форсажа. Как бы уголь немножечко копится, но этого вообще недостаточно. Этого крайне мало. Так, 12 работников имеется. Сюда добавим рабочих. Может, побыстрее будут собирать. Древесина очень медленно копится. А разведчики еще не скоро прибудут. Я бы мог вот этих инженеров убрать пока. Хотя бы вот так. Если я добавлю сюда, что изменится? Особо-таки ничего не изменится. Так, немного работников. 10 инженеров у меня еще. Свободных. Я бы еще одну охотничью хижину построил. Но у меня вообще с древесиной проблемы большие. Так, все. Могу что-то изучать. Быстрый сбор, например. Изучу. Тогда возвращаю инженеров сюда. Пускай изучают. Побыстрее. Скоро начнется холод. Я скорость практически не увеличиваю. Потому что ситуация, как по мне, вообще у меня критическая. Не могу я увеличить скорость. Надо как-то думать. Что-то придумывать. Отсутствующих по болезни тут. Три. Тут два. 23 человека пока что больных. Но количество больных усилится. Так, палатка. Придется здесь строить палатку, скорее всего. А, вот здесь хорошее место для палатки. Раз. Еще одну палатку надо будет построить. Но уже древесину я, скорее всего, не смогу накопить. Не успею просто. Нет. 10 пищевых пайков мне будут нужны. Очень. Пошли охотники охотиться. Ну, с едой у меня, конечно, напряг. Еды становится меньше. Так, кучки появляются. Да, появляются. Куча угля. Такс. Тут прям много угля появилось. Кого я могу отправить? Посты добычи. Ну, еще один пост добычи я вряд ли построю. Просто можно... Допустим, вот здесь уголь поднакопился. Когда он заполнится, я уберу отсюда рабочих. А потом снова верну. Так, больные пошли. Люди поддерживают стражу. Рад это слышать. Я и... Я и вправду рад это слышать. Так, палатка. Строим еще одну палатку. Окей. Мне бы еще... Древесину накопить на... Улучшение какое-то. Вот сейчас быстрый сбор. Вот он мне очень нужен. Здесь у меня люди придут. О, люди придут. Это... Нужно еще палатки строить. Ёлки-палки. А у меня палаток-то... Нет. Не хватит людям жилья. И они как раз придут под холод. И начнут всем просто толпами мерзнуть. Ёлки-палки. Боюсь представить, что будет. Просто боюсь представить. Люди вновь обрели надежду. Я рад это слышать, но это... Пока холода не наступили, я думаю. Так, включаем здесь обогреватель. Приходят люди. Очень много мне нужно палаток. А, у меня пришли ресурсы вместе с людьми. Раз, два. Три. Четыре. Вот так вот достаточно. Дальше мне нужна еда. Охотничьи хижины строить нужно обязательно. Вот здесь построю. А, нет. Тут, скорее всего, будут строить всякие вышки и прочее. Тогда построю хижину вот здесь. Раз. Два. Сколько у меня людей? Три хижины минимум надо. Давайте, ребята, стройте побыстрее, пожалуйста. Еды нет. Все, еда закончилась. Еда просто закончилась. Да. Это проблема. Разведчик идет тогда в эту сторону. Давай, путешествуй. Ну, все. Получается, что ресурсов ждать неоткуда. А людей ждать неоткуда. Сейчас я вот именно в такой ситуации нахожусь. По сути серьезной очень. Так, тут детишек ставлю. У меня на пять часов на пять часов у меня угля. Сейчас еще меньше будет, наверное. обогреватель включаю. Не помогает обогреватель. Ну, значит, сейчас пойдут заболевшие в больших количествах. Шесть часов. Ну, еды немного принесли охотники. Это, конечно, хорошо. Много безработных. Но вот сейчас я строю для них места для работы. Так, спаб тут имеется. На форсаже сейчас находится генератор. Не знаю, насколько хватит форсажа. Вот десять процентов. Ну, наверное, на один день. А мне нужно вон сколько дней прожить. Раз, два, три. Четыре дня. Обалдеть. Каким-то образом надо четыре дня прожить. Так, дома стройте, пожалуйста, дома поскорее. Так, тут еще не готово. с температурой конечно же напряг даже под форсажем. Ситуация плохая у меня. Наверное, отсюда людей я уберу. чтобы они сильно не мерзли. Хотя бы там, чтобы не мерзли. Тут работает обогрев. Включаю обогрев. Здесь, значит, пресный источник, потайная пещера. Давайте пойдем в потайную пещеру. что по углю. Уголь пока копится. Да, еды очень мало. Нужны хижины охотников срочно. Я надеюсь, мои тут ребята построят как можно больше. Обогреватель не справляется. давайте так сделаю. Не помогает включение отопления. Так, что дальше? Термоизоляция, оптимизация добычи угля может быть как вариант. Ну, или отопление. Позволяет повысить температуру во всех тепловых зонах на два уровня, когда включен форсаж генератора. Эх, наверное, придется вот это изучить. Форсажем буду пользоваться. Обморожение, да, я знаю. Сейчас будет много обморожений. Сюда, наверное, тогда уберу работников. Все, пока. Пока убираю. Вот здесь тоже могут быть обморожения, очень холодно. Но шахту я не могу останавливать. Если я перестану добывать уголь, это все. Так. сюда охотников, сюда охотников. Еще одна охотничья хижина в очереди на строительство. Наверное, еще нужно добавить одну хотя бы. голодающие уже появились. Пост добычи нужен обязательно. Пост добычи только вот где его строить. Кучу он охватывает или нет? Вроде бы охватывает. Вот тут он без отопления будет. Здесь с отоплением. Вот эту кучу может охватить. Поставлю здесь. Ладно уже. Детворы у меня три человека. Когда уже новый закон три часа осталось подождать а что я на новом законе смогу изучить? Клятва верности. Людей принудят подписать клятву верности после чего они станут тайными осведомителями. Это даст постоянный бонус надежды. Агитатор. Новая постройка. Эффективность рабочих мест поблизости. Я хочу дойти вот сюда чтобы надежда не падала. Мне нужна будет клятва верности и потом попробовать изучить вот эту клятву верности по-любому. Изучу постараюсь. так форсаж пока работает. Вообще мне можно еще мастерские построить. Я думаю вообще было бы неплохо но у меня блин так мало ресурсов. Просто ужас какой-то. Лесопилка где тут с отоплением? нигде у меня нет отопления для лесопилки. Нету. Ну тут немножко одна два дерева может собрать все. Не хватает радиуса. Не могу поставить. Ладно. здесь обогреватель убираю. Работников убираю. Пост добычи строится. Некоторых удалось убедить. Лондонец говорит с толпой. Он пытается напугать всех чтобы как можно больше людей присоединились к походу в Лондон. прогнать оратора немного возрастет. Разогнать толпу. Люди могут пострадать. Мне это вообще не хочется. Прогнать оратора. 46 лондонцев. Обалдеть. Очень много. Закон через час будет. Еды не хватает. Так. Сюда добавляем. Сколько у меня еще работяг? Еще 46. Одного сюда. Ну и пока все. Больше работяг я не могу использовать. Потихонечку пускай уголь добывается. Инженеры пускай работают. Так. уголь вроде нормализовался. Так. Здесь у нас клятва верности. бонус к надежде. Ох недовольство как возросло. Это обратит нас против друг друга. Надо сообщить о преступлениях. Но этот закон уже перебор. Надо сообщать о преступлениях. Так. Мне нужно чтоб надежда ушла так сказать из поля моего внимания. Так. Если я здесь уберу человека что будет? Ага. Ничего хорошего. Так. Еды мало. Охотники. Вы охотитесь. Да. Охотники на охоте. И что мне показывает статистика? Ну блин. Чуть 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 в плюсе по еде. а. Это не то. Это куча. Так. Что у нас тут получается? Инженеры у меня свободные есть. Мне нужен лес. Обязательно. Ну и еда естественно. Сейчас большие проблемы с едой. разведчики скоро будут. Следующий закон через один день 8 часов надо продержаться. Но повышение температуры еще не скоро. Парсаж у меня уже шпарит больше половины перегрев. Ужасно. Ужасно. ресурсов не так много. Лесопилка. Так. Ставлю сюда еще. Пойдут на охоту интересно или нет. Уже наверное не успеют. сейчас будут голодающие появляться. И больные естественно. Легкие обморожения. Так. Санитарные пункты надо строить. два штуки хотя бы. Людей надо где-то размещать. Все строим. Здесь 490 куча. Здесь 412. Ок. Вот посты добычи будут собирать потихонечку этот уголь. Хорошо. На 7 часов хватает угля. так. А вот с древесиной у меня большие проблемы сейчас. Кража древесины. Ну е-мое. Ну куда вы? Давайте пробовать ловить воришек. У меня и так с древесиной напряг. вроде поймали да? Вот резко возросло количество древесины. Так. Укрытие детей. Куча детей. Угу. Отправить детей в город. Давайте сопроводим тогда выживших. Попробуем их спасти. Детвору. Здесь у нас место прибытия. Идем сюда. 18 часов до прибытия. Детвора придет через 8 так через один день. Мне нужно 4 палатки построить. Самоубийство поэта. Недовольство немного усилится. Надежда упадет. Один из жителей совершил самоубийство. В свободное от работы время он писал стихи. Держитесь подальше. Давайте немножко надежда пускай упадет. Ладно уже. Детвора у меня будет работать вот здесь на постах добычи. Вопрос еще в том, что проблема с дефицитом древесины никуда не исчезает. Как мне с этим вообще быть? С помощью лесопилки, но лесопилка тут без обогревателя. холода не вариант просто работать на этой лесопилке будет. И автоматона у меня нет, чтобы сюда послать автоматона. Куда бы ее еще поставить? Вот вопрос. Где-то наверное вот здесь я бы поставил. на будущее. Количество больных растет. Так, здесь у нас инженер, пускай один. ё-моё, угля осталось буквально на пару часов. Парсаж надо вырубать уже. Так, на четыре часа осталось. на четыре часа. Ну, врубаем в лазаретах тогда обогреватели. Четыре часа. Один всего инженер. Пациентов пока нет. Пускай размещаются пациенты. Жесть какая-то. Куча угля пока еще есть. Они собираются. У меня много рабочих. Безработных. По еде пока в плюсе. Хорошо. Так. форсаж надо будет вырубать предохранительные муфты. Ладно, вырубаю. Ой, вырубаю. Так. Все стало везде прохладно. Скорее всего будет очень много смертей. Ничего не могу с этим поделать. К сожалению. Предохранительные муфты. Ой, очень много паровых ядер у меня, но я не могу их никак использовать по сути. Построили лесопилку, но работать на ней просто невозможно сейчас. Предохранительные муфты. Технология изучена. Повышение эффективности генератора. Улучшены обогреватели. Так, барак, теплица. Улучшение лесопилки, стенной бур. вот стенной бур, наверное, мне нужен. Просто проблема заключается в том, что я и без... Подождите-ка, стоп. Я и без стенного бура нормально себя бы чувствовал за счет лесопилок, но мне погода не позволяет. Стеном буре все равно не смогут работать нормально работники. Оптимизация добычи. Улучшение лесопилки. Эффективность на 25%. Уже изучается другая технология. Давайте отменим. Давайте лесопилку тогда. и все-таки скорее всего я пошлю сюда людей. Пускай они работают. Так, пищевые пайки тратить я пока не буду. Уж как-то очень... Так, инженеров где я могу забрать? Вот здесь могу заменить рабочими. сюда поставлю. Пускай лечат пациентов. Где пациенты? Почему пациенты сюда не перемещаются? Кучи потихоньку уменьшаются. пускай по одному человеку тут работают. Ладно. Так, баф на уголь обязательно надо делать. баф на так вот баф на древесину врубил. Здесь тоже. За счет пищевых пайков надо увеличивать эффективность. Очень блин тут елки палки тут получается буквально на день будет потепление а потом похолодание еще хлеще будет чем сейчас. Обалдеть это просто что что происходит? Просто что происходит? Мне еще сталь нужна. Как я без стали вообще буду? у меня обморожения сейчас пойдут вообще жесткие. Дом опеки почти заполнен. Ребенок рабочий жесть. Мне скоро надо будет похоже думать еще об одном доме опеки если это можно делать его 25 5 тут скорее всего построю дом опеки еще один скоро он быстро заполнится вот этот первый дом опеки я уверен немного увеличим надежду у меня особой идей нет к сожалению давайте врубим тогда производство стали особой идей у меня нет вот просто напросто я не знаю что мне делать уголь попер так уголь попер мне надо включать обогреватели значит включаю где можно обогреватели и можно включить тут вообще крайне холодно инженеры пускай трудятся в комфортных условиях холод вызывает злость сейчас я не буду этим заниматься наверное а недовольство значительно возрастет что это делать нужно начать отапливать холодные дома 28 течений но я я не выполню это это точно недовольство значительно вырастет разогнать толпу давайте разгоним толпу наверное врубим форсаж обогреватели можно выключить кстати с этим форсажем вроде хватает тепла так здесь не надо здесь не надо здесь не надо с форсажем вроде да нормально хватает уголь копится потихоньку так исследовать 107 стали 127 древесины забираем ресурсы теслаград мне нужны эти ресурсы отправлюсь ка я назад и я сейчас хочу построить мастерские так еще одну мастерскую надо строить мне нужны исследования как можно быстрее люди у меня потихонечку заканчиваются мне нужен лазарет в идеале чтобы как-то лечить протезы нужны будут я даже не знаю столько всего нужно конечно так байки тратит не тратит не знаю тут вообще отвратительные условия для работы охотники пошли да охотники пошли так смотрю где у меня инженеры тут заменяю на рабочих раз два три раз два так вот поставлю пускай работают так у меня сейчас улучшение лесопилки да чтобы побыстрее собирать древесину следующее что изучить оптимизация добычи угля может быть мне бы что-то с отоплением а чтобы с отоплением мне нужен тир следующий сто пятьдесят наверное буду тир новый изучать у меня вариантов особо нет мне нужно улучшение генератора делать иначе я просто не выживу так пайки пока копятся дом опеки где его построить вот вопрос я уже занял получается место вот тут рядом с лесопилкой можно построить я лучше конечно со столетейным вот этим заводом как-то паровой центр я имею ввиду построить вот здесь и здесь у меня будет получается дом опеки находиться рядом с паровым центром критический уровень нагрузки на генератор вырубаю вырубаю обогреватели где могу включить включаю еще одна кража украденная еда будем искать кто посмел так недовольство вырастет люди могут пострадать уничтожить записи уничтожаем записи надежда немного вырастет когда уж закон я жду не дождусь закона пойман за руку стражники достигли успеха они вернули украденное у вас есть три дня чтобы построить тюрьму изгнать его недовольство усилиться давайте изгоним его ладно пускай пускай так может даже есть смысл тюрьму изучить для того чтобы бороться с недовольством которое у меня присутствует сейчас а у меня проблемы с углем опять так снова проблемы с углем тут куча еще нормальная но здесь прям маловато вырабатывается елки-палки обогреватели жрут очень много я тогда наверное выключу вот эти вот здания я выключу так технология изучена больше древесины может добываться если я сейчас изучу вот это у меня скорее всего не хватит ресурсов дальше что-то делать повышение эффективности генератора улучшенные обогреватели легкие сани разведчиков ой блин аванпост мне бы аванпост построить на древесину он бы мне конечно помог бы попробую аванпост изучить холода все не заканчиваются ну холода я так понял уже и не закончится вот в чем проблема пока никого здесь более-менее стало ну хотя бы прохладно не так как было закон закон так новый порядок некоторые лондонцы умрут некоторые будут протестовать против принятия закона кое-кто из них умрет надежда больше не проблема лондонцам придется отказаться от своих взглядов вместо публичной казни вот это мне нужно если я переживу вот этот вот новый порядок я конечно же буду спамить казни но тут есть как бы момент такой что количество людей то у меня уменьшится а это очень плохо у меня и так людей не хватает по сути а так людей станет еще меньше это большая проблема может пока что использовать допустим только патрули тут пищевые пайки требуются тюрьму может построить но опять же тут будут содержаться заключенные еще меньше работников мне нужно в лазарет выходить в идеале чтобы как-то лечить тяжело больных и выводить их на работу снова очень важное вот это вот решение я не знаю новый порядок включать не включать надежду больше можно вообще не смотреть но будет недовольство ладно пробую подписываю закон новом порядке будет издан люди погибнут пробуем идем на этот важный шаг недовольство сейчас очень сильно увеличится скорее всего надежда для слабаков у нас есть сила и отвага мы избранные последний рывок мы выстоим сейчас недовольство вообще как конкретно наверное вырастет ночь ночь перемен это нужно было сделать так окей послушание все погибло 8 человек сейчас надо посмотреть распределить кого куда так здесь всех убираю эшафот понятно сейчас сразу же воспользуемся эшафотом где он тут так я его не вижу а еще не построили его да строят эшафот у меня огромное количество больных людей просто громаднейшее количество байо форсаж так люди да что по людям так три три ребенка три ребенка могут сюда идти добывать здесь включаем так еще и детвора присоединилась дополнительная для них нужно построить еще палатки хотя бы так обогрева нет нет обогрева и тут нет вот здесь скорее всего только обогрев да две палатки надо построить тут на отшибе такс доделся мой автоматон сюда он же там вроде работал автоматон или в другом месте где мой автоматон не не вижу не вижу не вижу его он он что сломался что ли такс пресный источник отправляйся сюда так я наверное что-то пропустил и не вижу я автоматона своего это очень плохо так что у нас по еде по еде более-менее по углю не более-менее уголь ставим вот с температурой просто вообще что-то невообразимое творится сейчас сейчас углем проблемы снова появятся 27 детей палатки палатку одну достроили вторую не знаю когда достроим почему автоматон у меня исчез я наверное какой-то ивент пропустил скорее всего это плохо без автоматона я не знаю что делать очень плохо так еды в целом много кстати говоря надо этим пользоваться чтобы выздоравливали побыстрее люди наличие большого количества пищевых пайков это хорошо так здесь врубаем здесь врубаем строительство технологии аванпост центр древесина 45 стали стоит обалдеть так отопление ну тогда вот этот вот апгрейд буду делать вариантов особо нет походу можно конечно еще оптимизация вот здесь добычи сделать на 10% эффективнее угольные шахты будут работать это довольно таки приятный бонус ладно возьму да я думаю возьму этот это исследование сейчас куча угля особо нет 4 угля осталось очень мало очень много больных крайне много жесть конечно так рьяные осведомители вы получите 3 осведомители инженер получит травму надежда упадет ну мне на надежду уже все равно поэтому выберу пускай инженер получит травму ладно уже пищевые пайки пока еще есть форсаж врубаю пока что 1 1 2 1 пускай рабочий строит достроит эту палатку наконец-таки я надеюсь очень на это надеюсь что он достроит что у нас по еде в небольшом плюсе по углю в небольшом минусе на 6 часов осталось сейчас прибудут ресурсы так по поводу ресурсов значит мне нужно куда-то деть дерево так склады точно не будут строить на столетийный завод ресурсы отправлю сейчас прибудут ресурсы ок хорошо еще одно паровое ядро обалдеть конечно так идем сюда в эту сторону с углем проблемы опять но я вот изучаю технологию здесь у меня кто рабочие работают пока убираю их инженеров бы заменить вот здесь вот так заменить инженеров так вот здесь тоже ой вот здесь заменить инженеров и сюда поставить максимальное количество чтобы изучение прошло побыстрее скоро так до закона два дня еще не скоро скоро не скоро так форсаж вырубаю иначе генератор взорвется ставим лазареты побольше людей инженеров ну не в лазареты а эти палатки вот лазареты мне бы нужны были очень нужны лазареты у меня получается а я уже могу его выходит мне нужно вот это будет изучить все следующее я изучу вот это получается могу в очередь поставить могу вроде нажал shift и выбрал и вроде как а нет не выбралось ладно уголь уголь сейчас закончится просто закончится придется мне чрезвычайную смену врубить врубаем чрезвычайную смену две штуки вариантов нет просто просто нет вариантов тут уже если сейчас генератор потухнет это все это будет все уменьшаю число работающих обогревателей максимально меньше часа сейчас уголь начнет заканчиваться недовольство огромное просто я ничего с этим не могу сделать скоро походу бунт будет врубаю форсаж временно нет не врубаю ладно закончился ресурс уголь ну как он закончился он же не закончился так тут тоже чрезвычайную смену врубаю недовольство на максимуме посылаем стража сейчас будут походу там зарубы не включайся включайся смерть от переутомления выживание требует жертв тяжелая ситуация очень тяжелая ситуация сейчас огромное количество больных людей сейчас кладбище переполнится а тут еще уровень холода увеличится это просто жесть какая-то что происходит отказ работать вернуться к работе у нас угля не хватает вы что Конец не счастливый будет, скорее всего. Нежданные гости-беженцы. Капитан, группа изнеможденных выживших, добралась до нашего города. Мы поможем им. Мы отправим поисковые группы, доставим их в город. Давайте попробуем помочь им. Решите проблему с потоками беженцев. Ух ты, ё-моё, сколько их. Обалдеть. Ну, как раз у меня куча людей, скорее всего, погибнет. Уже 17 погибших. Куча людей погибнет и на замену придут новые. Я так думаю. Доступно 11 человек у меня. Так. Все пропало. А, я забыл выключить генератор. Блин. Вот так вот. Сложность не прощает таких ошибок. Пока я думал о другом, генератор взорвался. Все кончено. Вот такое получилось прохождение. Не получилось с первого захода. Пройти очень жаль. Очень жаль. Ну, если прохождение вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. На этом все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.